Вы мудрый человек, вы, вероятно, планируете всю свою жизнь, но жизнь иногда преподносит какие-то неожиданные вещи. Вот самый страшный момент в вашей жизни, самый черный, самый трагический? Я не думал, и для меня это была трагедия, и внутренняя трагедия, и моей семьи тоже, что распадется СССР. Честно говоря. Неужели для вас значение такое? Потому что многие люди так и не поняли. Вы понимаете, я все-таки был аффилирован, как сейчас можно говорить, с руководящей группой в Советском Союзе. И, конечно, распад для меня страны означал и распад семьи. Например, я открою вам почти тайну, у меня тетя моя родная, полковник милиции МВД, и один из руководителей там в системе. Ну вот, и когда она там, бедная, открывала мою фамилию с фильмом «Юлия», я представляю, как она хваталась за сердце. У нее та же фамилия, понимаете? Так что, ну, она в другом государстве, и при погонах она служит там, вы понимаете? Не просто она дала притягу тому государству. Поэтому, конечно, это была трагедия. Кто-то остался там, да, кто-то... Более того, есть родственники, которые убежали в Америку, думая, что здесь все распадается, и вообще наступает конец света. И вот они уже американцы, присылают свои фотографии, там дети выходят замуж, женятся и прочее. Но они уже американцы, да, то есть часть семьи куда-то в Америку. Ну, это распад, да, был самый настоящий. Причем это люди были лояльны, это не то, что там какие-то борцы системы, да не дай бог. Нормальные люди, но они думали, все, конец, все заканчивается. Жизнь заканчивается, и кто-то в Америку, кто-то туда, кто-то сюда. И, в общем, конечно, это была большая трагедия, неожиданная. Все-таки никто из нас не думал, что дело зайдет так далеко, что будут отдельные валюты, что в Прибалтика будет вообще в Евросоюзе, там в Европе, и мы будем приезжать в Прибалтику совсем как в другое государство. Трудно все это было представить. Не говорю про Крым, где я отдыхал там очень часто. Это предвидел, говорят, только Нострадамус. Ну, как бы не конкретно все это говорил, но говорил, что будет распад. Я представлял математически, что будет какая-то новая форма там, но так резко, в такой вот резкой форме, да, вот так вот, чух, как это произошло, конечно, я думаю, никто этого не ожидал. Более того, раскрою вам секрет один, который я так нечасто говорил, американцы этого не ожидали. Разговор, я работал как раз в Институте США и Канады. И когда с лета 91-го года запахло большим развалом, американцы здесь 25 делегаций в месяц приезжало. И все спрашивали, что у вас происходит, какой контроль над ядерными силами, кто контролирует армию. Американцы были против распада. Вот сейчас говорю совершенно, они думали, их мечта была об отделении Прибалтики. Вот здесь их мечты заканчивались. Но что они там собирались развалить всю страну, это ерунда. Другое дело, что потом, через год, когда это произошло, Буш взял и приписал это себе, ЦРУ там и так далее. А наши патриоты подхватили это, сказали, о, да все сделали американцы. Читали Буша? Буш же сказал, что это мы все придумали. Американцев трясло вот так. Вот вы по натуре человек сильный, но скажите, вас может кто-то чем-то обидеть, когда действительно вы это принимаете близко к сердцу? Или вы уже настолько выработали иммунитет? Конечно, как любой человек, человек обидчив, любой человек. И, конечно, бывают такие ситуации. Бывают ситуации, когда обидеть. Я даже не представляю такую ситуацию. Но можете хотя бы какой-то пример привести, кто и чем может вас обидеть? Потому что вы принимаете такие неадекватные решения, мощные, сильные. Вот вы даже Жириновского сбили с толку. С ног просто сбили. Вы знаете, меня не оскорбляют какие-то критические замечания, шутки в мой адрес. Это абсолютно. Но могут обидеть какие-то вещи совершенно такого плана, свидетельствующие о нетонкости человека. Там одна брошенная фраза может как-то повлиять, по крайней мере. Ну, свидетельствующие о том, что человек не понимает. Да, вот что-то не понимает совершенно, да. То есть он может... Вы же понимаете, что он не понимает? На что же обижаться? Даже ребенок иногда может обидеть. Да, ребенок. Даже ребенок может обидеть. Несмышленный ребенок. Несмышленный ребенок. Обижает взрослого, умного, государственного мужа. Иногда бывает, да. Но это так парадокс. Вы сегодня боитесь чего-нибудь по жизни? Я думаю, что у любого, кто занимается политической работой, должен быть очень высокий коэффициент тревожности. И, конечно, тревоги существуют. Тревоги... Ну, чтобы это не переходило в болезнь. Ну, это понятно, да. Да, тревоги есть всегда и за семью, и за родственников, и за знакомых. У меня недавно умер товарищ. Чуть-чуть, за 50 ему было. Очень близкий. Много лет мы дружили. Он не занимался своим здоровьем. Надо было делать шунтирование. Он много лет этого не делал. И так вот безвременно ушел. Конечно, вот такие вещи, они... Ты переживаешь и понимаешь очень многое. И за это тревожишься. Тревожишься и за страну в целом. Потому что я считаю, что мы в преддверии Великой депрессии, то есть большого мирового экономического кризиса, где, конечно, Россию это затронет. Вот, безусловно, разговоры, что вот Россию это не тронет, это ерунда. И мы можем получить серьезный удар. Я думаю, что это может произойти летом следующего года. После того, как Обама придет к власти. Через несколько месяцев. То есть вы это как бы предсказываете? Да, да. Потому что так все волнуются. А вы сейчас подбавляете керосина в воду? Ну, а что делать? Ведь понимаете, как... Лучше быть готовым, чем, знаете... Медик осматривает рентгеновские снимки и говорит вам, что вот такая ситуация. Он, конечно, может врать, говорить, да нет, это может быть случайность. Еще надо делать. Но лучше он скажет правду. Потому что ситуация, в которой находится мировая финансовая система, она абсолютно понятна. Американцы нашлепали столько обязательств в виде банкнот и ценных бумаг, что они рассчитаться уже не могут. Ну и что они с этим будут делать? Конечно, обваливать. Рано или поздно. В той форме, в этой форме. Явно это не будет делать семья Буши, поскольку они династия. И династия на себя такие удары не принимает. Это перечеркнуть всю семейную работу с 70-х годов. А вот молодой человек, который играет в баскетбол и три года назад даже не думал, что он будет там сенатором даже. Вот. А не то, что президент. Он может принять на себя любые непопулярные решения. Вы думаете, что он не думал? А он и идет для принятия непопулярных решений. Он и идет. В этом-то весь смысл. Что он идет для принятия непопулярных решений. Такие решения могут принять только люди без особой биографии, без особых... Нашему президенту тоже сурдонармали. ...пут на руках там и так далее. Ну, вы понимаете, президент наш молодой, и он пришел в команде к власти, да, в определенной. И задачи там другие у команды. Это команда развития, да. Ну, видно, что как бы есть шансы развиваться и так далее. А здесь столько хвостов, что надо принимать в общем непопулярные решения. Все это понимают, и экономисты. Ну, все, картина. Картина ясная. И кто-то это должен сказать. Кто-то первый должен сказать. Ребята, платить не будем. Понимаете? Вы извините, но платить не будем. Ведь мало кто знает, на самом деле. Ну, я как человек, который работал в Институте США и Канады, вам скажу, что Федеральная резервная система США не поименована в Конституции. Она, в американской, она государственно-частное партнерство, определенное законом 1913 года. В число частных партнеров входил, кстати, император Николай II этой системы. И эта система, как гражданское общество, выпустила доллар. И говорит, ребята, вот это наша система, мы вот такой банкнот внутри себя запускаем. А Конгресс по Конституции США в любой момент может сказать, параллельно с долларом мы, скажем, будем печатать другую монету. Это наше право по Конституции. Мы никогда этим не пользовались, ну, сейчас хотим воспользоваться. И все. Политики обычно не мечтают, хотя они тоже, как бы, люди. Вы о чем мечтают? О чем сейчас мечтают? Какая у вас самая большая мечта? Политики мечтательные люди. И любой политик, что бы он там вам не рассказывал, он мечтает, конечно, о карьере и о власти. Если он об этом не мечтает, то он, значит, не политик, а просто, как бы, тусовщик. Вот. Поэтому, как любой политик, и не верьте, если вам говорят другое, политик, это спортсмен, да, он мечтает о власти. Спортсмен мечтает о медалях золотых, а политик мечтает о власти, как можно большем влиянии на ситуацию, не обязательно о должности, но влиянии на ситуацию. Значит, вы мечтаете быть президентом. И в этом нет ничего плохого. Ну, я бы не сказал, я не определяю должность, но я считаю, что со временем, может быть, расширять свое влияние, это я хотел бы, безусловно, как любой политик. И самое главное, что считаю, что мне есть что сказать. И у меня есть некий опыт, который я могу рассказать и передать, опыт принятия правильных решений. И иногда я смотрю, как люди делают такие ошибки, ну, просто детские, как в шахматах. Очень много же новых людей пришло в последние годы, да, к управлению страной. И они делают просто детские ошибки, да, вот прям смотришь, ну, они повторяют все, что было там много лет назад. Поэтому мне кажется, что... И, конечно, хотелось бы, безусловно, как всем нам, чтобы была мощная страна. И мощная не только там, чем мы традиционно бряцаем там, оружием, нефтью там и так далее, да, а мощная интеллектуальная. Чтобы мы переигрывали интеллектуально партнеров. Сделали такие ходы, от которых они просто разводили руками, говорили, ну, просто невозможные. Как же так, да? Ну, это светлая какая-то несбыточная перспектива. Ну, будем верить, что так оно. Главное, верить и хотеть. Да, обязательно. Спасибо.